Как разделить доли в стартапе? Руководство по оценке и формированию акционерного капитала. Автор – Майк Мойер. Начиная новый бизнес без достаточного финансирования, вы платите вашим партнерам долями. Сколько стоит такая доля? Каков будет вклад партнера? Что произойдет с долей, если партнер уйдет и перестанет работать в вашем бизнесе? А как привлечь нового партнера на более позднем этапе? Как оценивать доли в непубличной компании? На старте любого проекта неопределенность очень высока. Большинство предпринимателей делают опасную ошибку, закрепляя доли до того, как бизнес создан. Впоследствии это часто приводит к серьезным конфликтам. Майк Мойер предлагает динамическую модель разделения долей в новом бизнесе с интересной формулой оценки вкладов. Свою систему он сравнивает с процессом выпечки и нарезки пирога. Послушайте саммари. Воспользуйтесь готовой формулой и не совершайте ошибок. Печем пирог. Первое, с чего начинается любой стартап – идея. На старте любая идея не имеет стоимости. Иногда компании платят роялти за идеи еще до момента их успешного воплощения. Такие идеи должны иметь некоторое количество мяса в виде маркетингового исследования, прототипа, бизнес-плана или патента. То есть роялти платят не за саму идею, а за возможность ее воплотить. Идея ничего не стоит до тех пор, пока вы не выпекли из нее пирог. Не нашли людей, готовых заплатить за идею, и не обнаружили, что можете реализовать ее за меньшие деньги, чем люди готовы заплатить. Здесь и только здесь вы создали стоимость. В процессе выпечки, то есть доработки идеи, создания прототипа, исследования рынка, тестирования, создания конечного продукта, растет стоимость вашего пирога и приближается момент, когда идея превратится в прибыльный бизнес. Рост стоимости пирога происходит двумя способами. Продажи кусков пирога инвесторам. Предположим, вы вложили в свой пирог один миллион рублей и сумели продать инвестору 50% этого пирога за ту же сумму – миллион рублей. Общая стоимость вашего пирога стала равна двум миллионам. Если первоначально вы владели половиной компании или пятьюстами тысячами рублей, то после подобной сделки вы владеете четвертью компании или теми же пятьюстами тысячами рублей. То есть ваша доля в процентах уменьшилась, а в деньгах осталась прежней. Если несколько месяцев спустя еще один инвестор купил 50% компании за 3 миллиона рублей, ее суммарная стоимость составит уже 6 миллионов. Теперь у вас стало 12,5% компании или 750 тысяч рублей. В конечном счете, денежный эквивалент вашей доли важнее, чем ее процент. Привлечение людей, которым вы платите не деньгами, а долей в компании Это ключевые люди в стартапе, которые воплощают вашу идею в реальность. И делят с вами риски, поскольку если что-то пойдет не так, и стартап не станет успешным, их куски пирога не конвертируются в деньги. В Америке таких людей называют гранты. Гранты высокоэффективны, способны решать вопросы в одиночку и вдохновляются мечтами об успехе. Это могут быть предприниматели, фрилансеры, ваши коллеги и знакомые, заинтересованные в том, чтобы создавать прибыльные бизнесы с нуля и компетентные в той работе, которая нужна для запуска вашего продукта. В ситуации, когда вы начинаете бизнес без достаточного количества денег на наим сотрудников и прочие традиционные расходы, привлечение грантов поможет вам выполнить все нужные действия для создания компании. Вы можете начать использовать помощь грантов в любой момент, от создания идеи до получения первой прибыли. Но решение разовых задач обычно проще оплатить подрядчику, чем привлекать для этого партнера. Если же задача переходит в разряд регулярных и платить подрядчику становится слишком дорого, самое время найти гранта и взять его в долю. Восемь главных ингредиентов, которые гранты вкладывают в пирог. Время. Это, вероятно, самый важный ингредиент, который могут предложить гранты. Идеи. О продуктах, продвижении и продажах. Отношения. Люди, с которыми есть хорошие отношения, у вас или ваших грантов могут стать вашими клиентами, инвесторами, партнерами, советниками. Интеллектуальная собственность. Патенты, зарегистрированные товарные знаки и прочие способы регистрации прав. Деньги. Вы можете оплатить частями пирога многие необходимые вашему стартапу ингредиенты, но обойтись совсем без денег не получится. Оборудование и канцелярские принадлежности. Персональные компьютеры, бумага, ручки, серверы, принтеры и прочие вещи, которые обеспечивают работу вашего бизнеса. Помещения. Подофис, магазин, студию, которые нужно арендовать, если все ваши сотрудники не работают в отдельной комнате дома у одного из вас. Другие ресурсы. Все, что вы можете использовать время от времени. Например, у одного из ваших грантов в другой компании могут быть сотрудники, готовые выполнять для вас какие-то задачи. Делим пирог. Несмотря на то, что позиция гранта не предполагает мгновенной оплаты его вклада в бизнес, договориться об условиях важно заранее. Вы можете платить грантам только частями пирога, или частями пирога и деньгами. Грантам, как правило, не требуется очень много, но важно, чтобы каждый из них чувствовал себя оцененным по достоинству. Если кому-то из грантов покажется, что его вклад в компанию больше, чем оплата, которую он получает, грант может покинуть компанию. Или, что еще хуже, сдаться и остаться. Когда не стоит делить пирог. До того, как вы его испекли. В 90% случаев люди стремятся заранее договориться о том, как будут разделены доходы от будущей компании. Кажется, что это должно предотвратить возможные споры, но на деле стартапы развиваются очень быстро и непредсказуемо. Прежние договоренности перестают устраивать грантов, и трудные переговоры об изменениях условий становятся неизбежными. При этом страдает качество отношений. Иногда предприниматели принимают решение договориться о том, как будет поделен пирог после выпечки. Этот вариант еще хуже, чем первый. Когда пирог испечен и имеет какую-то стоимость, голодные гранты стараются заполучить настолько большой кусок, насколько это возможно. Если вы решили делить уже готовый пирог, вам придется принимать трудные решения и пытаться посчитать, какой вклад внес в его производство каждый грант. У всех будут разные точки зрения, и достичь согласия не получится. Независимо от того, когда вы решили делить пирог, до или после, велик риск принять решение, которое демотивирует вас или ваших грантов. Основная проблема при использовании долей в компании в качестве оплаты. На начальной стадии проекта эти доли не имеют фактической стоимости. Есть только субъективные оценки, которые редко бывают точными, потому что невозможно предсказать, какие результаты покажет стартап. Если вычислить фактическую стоимость нельзя, можно использовать относительную стоимость. Что нужно делать, рассчитывая относительную стоимость пирога? Вознаграждать каждого участника за его вклад в создание пирога. Мотивировать каждого участника вкладываться еще больше. Позволять основателям вводить новых участников и исключать старых. Гибко отвечать на изменения в компании. Решение, отвечающее всем этим критериям, существует. Вместо того, чтобы делить пирог до или после, вы динамически делите его во время выпекания. Это означает, что в разные дни доли грантов в пироге будут разными, в зависимости от теоретической стоимости их вклада. Чтобы реализовать этот способ, вам понадобится грант-фонд. Как создать грант-фонд? Выберите лидера. Лидером грант-фонда может быть как основатель стартапа, так и грант, который обладает большим опытом и знаниями. Задача лидера – управлять фондом и расчетами, принимать при необходимости новых грантов и выводить из состава фонда неэффективных грантов. Согласуйте теоретическую относительную стоимость вклада каждого из грантов. Каждая часть вклада гранта должна иметь согласованную теоретическую стоимость, которая позволит вам рассчитывать ее важность относительно вкладов других грантов. Нужно учитывать, что на этапе разработки идеи и выпечки пирога стоимость вклада каждого гранта остается теоретической, пока в компании еще нет потока денег и у вас нет возможности платить зарплаты и налоги. Пока вы не убедили кого-то, у кого есть деньги купить ваш бизнес, он не имеет реальной стоимости. Доля грантов в выпекаемом пироге – это ваше обещание разделить реальную стоимость бизнеса, когда она появится. Обязательно объясните это себе и другим грантам, чтобы не попасть в ситуацию, когда грант требует реальных денег на основе расчета теоретической стоимости своего вклада. Рассчитайте возможные доли, исходя из процентного отношения вклада каждого гранта. Расчет доли каждого гранта в пироге происходит по формуле. Доля гранта в пироге равна кладу гранта, разделенному на общий вклад всех грантов. Вы можете производить пересчет ежемесячно или с любой другой периодичностью. Само по себе разделение пирога не гарантирует обязательное получение доли в бизнесе. Это просто способ отслеживать заслуги каждого. Части пирога показывают каждому его возможную долю в бизнесе, если момент, когда вы выпустите акции, настанет. Лидер, владелец или основатель грант-фонда является держателем всех долей до момента выпуска акций. В некоторых случаях грант-фонд может использоваться для разделения прибыли без предоставления долей в бизнесе. Успешная работа грант-фонда требует полного доверия между всеми его участниками. Не вступайте в грант-фонд, если не доверяете остальным. И не создавайте его, если сами не заслуживаете доверия. Правила расчета теоретической стоимости. Время. Теоретическая стоимость рабочего часа гранта равна двум среднемесячным заработным платам гранта на его текущей должности, разделенным на 176. 176 – это среднее количество рабочих часов в месяце. Сумма заработной платы гранта удваивается, в связи с тем, что он делит с вами риски стартапа. Важно привлечь в стартап грантов, которые обладают нужными вам компетенциями, не переплачивая за них. Туда, где вы можете обойтись силами молодого специалиста, не стоит приглашать исполнительного директора корпорации, стоимость часа которого будет многократно превышать среднюю стоимость часа остальных грантов. Также обращайте внимание на среднюю оплату той работы, которую ожидаете от гранта. Если вы приглашаете менеджера заниматься уборкой, он, возможно, и заслуживает двукратного увеличения средней стоимости своего часа как менеджера. Но за уборку, которой он будет заниматься, платят намного меньше. Когда вы договариваетесь о базовой сумме среднемесячной зарплаты гранта, от которой рассчитывается стоимость его вклада, убедитесь, что вы готовы платить за его работу эту сумму, когда у вас появятся деньги. Для грантов, которые оказывают вашему стартапу консалтинговые услуги, вы можете использовать прогрессивный рост базовой стоимости часа работы. Например, плюс 9% каждый месяц в течение года. Деньги. Если грант предоставляет стартапу капитал, платит за какие-то необходимые услуги, теоретическая стоимость его вклада равна фактическим затратам, умноженным на 4. Иногда грант выступает поручителем по кредиту или предоставляет компании деньги, взятые в кредит им самим. Если он сам оплачивает эти обязательства, они считаются деньгами и при расчете теоретической стоимости вклада умножаются на 4. Если эти обязательства оплачивает компания, то грант не получает доли в пироге и расчет теоретической стоимости не производится. Оборудование. За оборудование и принадлежности, которые обеспечивают функционирование бизнеса, грант может получить в виде компенсации долю в пироге. Если грант предоставляет бизнесу в пользование оборудования и принадлежности, которые куплены специально для этого бизнеса или использовались в других целях меньше года, для расчетов берется стоимость покупки. Если более года, стоимость продажи на текущий момент. Оборудование, которое повышает комфорт работы, добавляет функциональность, но не является критически важным, не оплачивается долей в пироге, даже если вы регулярно тратите на него довольно большие суммы. Идеи и интеллектуальная собственность. Существует два способа оплатить гранту основополагающие для стартапа идеи и связанные с ними права. Расчет теоретической стоимости идеи. Ройалти в виде денег или куска пирога. Оплачиваемая идея должна соответствовать следующим критериям. Появилась до запуска бизнеса, оригинально, неочевидно, выпечена. Если идея не лежит на поверхности, хорошо подготовлена и документирована, ее теоретическая стоимость равна стоимости потраченного на разработку времени создателя, и затрат на регистрацию прав. В дополнение к учету теоретической стоимости идеи, вы можете платить ее создателю роялти в виде денежных отчислений или доли в пироге в размере суммы неуплаченных роялти, умноженной на 2. Отношения. На ранних стадиях развития стартапа очень важны первые клиенты и первые продажи. Чем больше личных связей и взаимоотношений у ваших грантов с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами, тем скорее вы можете начать получать прибыль. Лучший способ конвертировать отношения в деньги – назначить бонус грантам за успешные продажи. Теоретическая стоимость для расчета доли в пироге будет равна невыплаченному бонусу, умноженному на 2. Также вы можете учитывать время, потраченное грантами на налаживание связей как рабочее и оплачивать его по тем же правилам. Другие ресурсы. Если у гранта есть доступ к важным для вас ресурсам, вы можете использовать их в обмен на долю в пироге. Размер компенсации в данном случае зависит от вашей договоренности. Если помещения, которые вы используете – офис, склад, магазин и другие – обеспечивают существование и работу вашего стартапа и относятся при этом к объектам коммерческой недвижимости, то есть это не чей-то дом или гараж, для них производится расчет теоретической стоимости. Доля гранта в пироге равна вкладу гранта, разделенному на суммарную теоретическую стоимость пирога. Для расчета доли каждого гранта и суммарной теоретической стоимости пирога понадобится вести постоянный подробный учет ингредиентов пирога, о которых мы говорили выше. Вы можете использовать для этого любые программы для учета времени – таск-трекеры и таблицы. Главная задача – делать это регулярно и полно, не упустив ни одного ингредиента. Изменение теоретической стоимости пирога Калибровка Иногда вы и другие гранты, трудившиеся над пирогом с самого старта бизнеса, можете захотеть зарезервировать для себя часть стоимости пирога перед тем, как приглашать других грантов в грантфонд. Это справедливо, так как присоединившиеся к фонду на ранних этапах гранты несут более высокие риски. Для таких целей можно использовать калибровку. Существует два способа калибровки. Пересчитать, увеличить теоретическую стоимость компании Вы и два других гранта внесли в компанию вклады эквивалентные 300 тысячам рублей теоретической стоимости. Суммарно 900 тысяч рублей ваши доли составляют по 33%. Вы работали над проектом полгода, и сейчас вам необходимо привлечь дополнительных людей. У компании есть первые небольшие успехи, и вы хотите получить какие-то бонусы за свой труд. Если вы считаете, что в данный момент компания стоит 3 миллиона рублей, вы можете обозначить теоретическую стоимость этой суммой, и тогда доля каждого из вас составит 1 миллион рублей. На бумаге вклад каждого из вас утроится. Теперь каждый следующий грант, которого вы привлечете, будет получать долю в пироге, исходя из стоимости в 3 миллиона, а не 900 тысяч рублей. Если новый грант вложат в компанию миллион рублей теоретической стоимости, его доля составит 25%. Это позволит грантам, с которыми вы начинали бизнес, увеличить свои доли. Будьте осторожны с оценкой стоимости пирога для новых грантов. Если она превысит стоимость, за которую компанию будет готов купить потенциальный инвестор, новые гранты получат за свой вклад намного меньше реальных денег, чем рассчитывали, что приведет к разрушению ваших отношений. Второй способ калибровки – отделить часть пирога. Вы можете заморозить 10% пирога и использовать для грант-фонда оставшиеся 90%. Ваши 10% при этом останутся, независимо от того, как изменится общая теоретическая стоимость пирога. Когда ваша компания станет достаточно большой, вы перерастете грант-фонд. Из-за того, что прирост долей со временем будет происходить все медленнее. На старте 10 часов вашего рабочего времени были равны 50% доли в компании. Позже, когда теоретическая стоимость выросла до 10 миллионов рублей, эти же 10 часов практически ничего не добавят к вашему куску пирога. Это хороший момент для того, чтобы начать искать инвестора. А также нанять хорошего юриста для того, чтобы разработать систему выпуска и распределения акций. Основываясь на процентных долях грантов в теоретической стоимости, вы сможете рассчитать количество акций, которые каждый из них должен получить. Помните, что теоретическая стоимость компании не имеет никакого отношения к ее реальной стоимости. Это способ учета долей грантов в общем результате. Выход грантов из фонда. Гранты могут покидать компанию. По собственной инициативе в связи с потерей интереса, изменением обстоятельств и прочими ситуациями. По инициативе компании в связи с изменениями в компании или ненадлежащим выполнением своей работы. Вследствие болезни или смерти. Во всех случаях важно поступить с грантом справедливо, потому что последнее, чего вы хотите в своем бизнесе, это команда грантов, демотивированных и дезориентированных тем, как некрасиво вы расстались с одним из них. Уход по собственной инициативе. По личным причинам. Если грант принимает решение выйти из компании по личным причинам, вам необходимо произвести перерасчет его доли пирога. Доля пирога, начисленная гранту как оплата его рабочего времени, обнуляется. Теоретическая стоимость прочих ингредиентов, внесенных им в компанию, пересчитывается без умножения на коэффициенты. Два или четыре, в зависимости от ингредиента. У компании остается право выкупить долю гранта после перерасчета по новой теоретической стоимости этой доли. Это может показаться жестким, но договариваясь о таких правилах перед вступлением гранта в фонд, вы создаете для них мотивацию не уходить. Если у вас есть возможность сразу выкупить долю уходящего гранта, сделайте это, особенно если он уходит по финансовым причинам. Если доля гранта в пироге не выкупается, достигните соглашения о том, что в течение некоторого времени после выхода из проекта, грант не будет сотрудничать с компаниями из той же сферы, что и ваша. Также при уходе грант не забирает предоставленное им оборудование, поскольку оно уже является собственностью компании. В случае наличия у него патента, компания должна получить эксклюзивные права на использование его интеллектуальной собственности до момента расставания. Если вы платите гранту Ройалти за его идеи, выплаты остаются неизменными. Возможно, вы захотите работать с этим грантом в будущих проектах, поэтому постарайтесь сохранить отношения. Уход в связи с изменениями в компании. Иногда грант может принять решение покинуть компанию в связи с тем, что по решению других грантов ситуация изменилась настолько, что больше не соответствует условиям, на которые он соглашался изначально. Это могут быть изменения в должности или функционали. Изменение стоимости часа рабочего времени для одного гранта. Релокация компаний в другую местность. Во всех этих случаях доля гранта в пироге сохраняется за минусом уже полученных им выплат, если таковые были. Компания оставляет за собой право выкупа доли по теоретической или реальной стоимости, в зависимости от того, какая из них будет выше. В течение года ушедший грант может получить полную реальную стоимость своей доли в случае, если за это время компания будет продана инвестору или выпустит акции. Это позволяет избежать ситуации, когда компания в последний момент выкупает долю гранта по меньшей цене. В случае болезни или смерти гранта к его доле в компании применяются те же правила, что и при увольнении в связи с изменениями в компании. Если грант умер, стоимость доли выплачивается его семье. Уход по инициативе компании в связи с изменениями в компании. Ваш бизнес может развиваться настолько динамично и непредсказуемо, что функции, которые хорошо и профессионально выполнял грант, станут не нужны. Если вы принимаете решение попрощаться с грантом по такой причине, его доля пирога остается неизменной. Кроме того, он имеет право перейти к вашим конкурентам, если хочет. Настаивать на том, чтобы он не работал в вашем сегменте, в данном случае неправомерно. Поэтому если вы знаете, что конкуренты с удовольствием позовут вашего гранта к себе и он согласится, постарайтесь удержать его в компании. То, как вы расстанетесь с этим грантом, покажет остальным, насколько вы честны и последовательны в своих договоренностях как лидер. Поэтому постарайтесь быть справедливым. Уход в связи с несоответствием должности или культуре. Это может быть одна из следующих причин. Серьезный проступок. Обман, нападение, кража, употребление запрещенных веществ и прочие виды противозаконного поведения. Пренебрежительное отношение к обязанностям или некомпетентность. При условии, что человек знает и понимает требования к его работе, выполнение этих требований приносит компании пользу и для исправления несоответствий человеку было дано достаточное количество времени. Поведение несовместимое с рабочими обязанностями и пагубно влияющее на бизнес. Участие в рабочее время в делах, которые не относятся к профессиональным обязанностям или создают конкуренцию бизнесу. Намеренное неподчинение или неуважение. По отношению к правилам, коллегам или обоснованным требованиям бизнеса. Если грант покидает компанию по инициативе компании в связи с несоответствием должности или культуре, вы поступаете с его долей пирога так же, как когда он покидает компанию по собственной инициативе по личным причинам. Конечно, если грант присвоил деньги или саботировал бизнес с каким-то другим способом, у вас могут возникнуть трудности с законом. Но чем корректнее вы себя поведете, тем меньше будет проблем. Использовать грант-фонд пора перестать, если Теоретическая стоимость компании настолько велика, что дальнейший ее рост не имеет смысла и не мотивирует грантов. Бизнес начал приносить доход, и объем этого дохода предсказуем. Компания получила достаточный объем инвестиций для того, чтобы обеспечить ее деятельность и финансовые обязательства. Следующим шагом в этих случаях будет поиск инвестора и создание акционерного общества. Десять главных мыслей. Идея, даже оригинальная, на начальном этапе не имеет стоимости. Стоимость создается только тогда, когда вы начинаете получать прибыль от реализации этой идеи. Пока ваш стартап не имеет реальной стоимости, вы можете оперировать его теоретической стоимостью. Теоретическая стоимость стартапа складывается из теоретической стоимости всех вложенных в него ресурсов. Пока у вас нет возможности платить своей команде деньги, вы можете платить им долями в общем пироге. Пирог лучше всего делить не до и не после того, как вы его испекли, а в процессе выпечки. Люди, которых вы привлекаете к выпечке пирога на начальных этапах создания бизнеса, являются грантами и составляют ваш грант-фонд. Теоретическая стоимость, создаваемая грантами в рамках грант-фонда, не имеет отношения к реальной стоимости компании. Это способ поделить доли грантов в тот момент, когда бизнес начнет приносить деньги. Ключевой компонент успешной работы грант-фонда – доверие всех участников друг другу. Вы и другие гранты получите свою прибыль в том случае, если компания заработает или привлечет инвестиции на сумму больше, чем ваши реальные финансовые затраты в период становления компании. Наличие грант-фонда теряет смысл, как только в компанию приходят реальные деньги в виде прибыли или инвестиций.